Добрый день! Сегодня инбоксинг. И сегодня пятерочка, которую я очень долго ждал. Очень долго. Это Aochang GTS-M. Магнитная версия. Это первая магнитная пятерка в серийном производстве. До этого я крутил вушуангом Чи. Все бы хорошо, но она не магнитная. Сам магнитить я не стал. Пятерка у меня давно. И хотелось чего-то нового. Поэтому пятерка ты и не тренировал. Да, я ее уже распаковал за кадром. Не сдержался. Достанем. Сама пятерочка. Калорная. По комплектации. Есть запасные магниты. Сколько тут? Шесть штук. Небольшие магнитики. Карточка. Маюшные. Дрюбрыц. Ну, команда мою. И вижу карточка. Не суть важна. Такая внушительная инструкция. По сборке. Ну, тут тоже все то же самое. Неинтересно. Интересен сам кубик. Цветный пластик. Все хорошо. И, наверное, его можно сравнивать с четверкой. АОС УГТС. Конечно, магнитный. То есть, вот я его держу в руках. Пластик одинаковый. То есть, у меня вполне комфортен пластик с четверки. И стиль кручения. Так, если покрутить пятерочку. Я ее чуть смазываю уже. То очень напоминает четверку. Не такая шустря, как АОС УГТС. Но вполне. Вполне. Мне вот пятерочка эта понравилась. Давайте сравним по размеру. Она, естественно, чуть больше, чем четверка. Кстати, мне тут просветили, что обычно АОС УГТС имеет размер 61 мм. Хотя заявлено 62 мм. А почему мы будем померить? А и правда 61 мм. Поэтому вот эта пятерка, она выглядит чуть крупнее. Хотя она 62,5 мм. То есть, должны быть примерно одинаковый на вид быть. Сравним с ВУШУАНГОМ. Он то ли 62, то ли 63. 62, кажется. Вот с ВУШУАНГОМ они примерно одного размера. Замерим, как она тут на самом деле. Мой кривой штангенциркуль 62,5 мм показывает. А на ВУШУАНГЕ 62 мм ровно показывает. Ну, с копейками. Я специально также достал предыдущую версию пятерки от МОЮ ТАЙВИЙ ЧУАНГОМ. Которая мне почему-то как-то не зашла. Я брал с собой как запасной куб. Ну и поскольку основной был БУШУАНГОМ, а этот чуть крупнее, как-то он не заходил. Ну, в нем и особо ничего выдающегося нет. Хотя ничего плохого сказать про него тоже не могу. Но вот это, вот это я сразу буду перемешивать. Крутится просто отлично. Я не могу сказать, что я ощутил такой же божественный шок, как вот взял четверку АОСУ. Но это достойно. Это очень хорошо. Это моя новая основная пятерка. Как тут ни покрути. Она хороша. То есть мы и там 3х3. Имеем возможность хорошо вращать и центры. Магниты чувствуются хорошо. Фиксируют тоже неплохо. Что внутренние слои, что внешние. На этапе 3х3. Гладко, приятно. И что самое главное. С такой пятеркой хочется ее тренировать. Вот БУШУАНГОМ. Опять же, ничего плохого про БУШУАНГОМ сказать не хочу. Просто на нем по 2000 сборок уже поднадоел. И его уж там давно пора чистить. И я привык к магнитным кубам. А он не магнитный и все. И на этом все. И он грязный. Новый куб. С магнитами. Наконец-то. Магнитная пятерка. Наконец-то я сделал официальный САП-2 ВГ. Я сделал на нем уже пару сборок. И меньше двух минут очень хорошо идет. Не напрягаясь. Тот все-таки у меня уже как-то подклинивал. Ну, из-за того, что запачкался. Ну, я привод к магнитам. Цвета точно такие же, как и на четверке. Пластик такой слегка-слегка-слегка матовый. Чуть-чуть. Ну, как и на четверке. Это вполне удобно держать и приятно воспринимать взгляд. Давайте мы пока тестируем. Потихоньку его соберем. Не спеша. Одно удовольствие. Я не люблю хвалить новые головоломки. Но тут есть за что. Кубик хороший. Я ничуть не сомневаюсь, что когда компания Чи Мафанги выпустит свою пятерку, особенно если она сделает это под брендом X-Men, а значит, конкретно заморочится по качеству, то, скорее всего, их пятерка превзойдет эту. Дай бог. Я буду только рад и куплю и их пятерку. Совершенно не против. Но пока альтернативы магнитной версии серийного, именно серийного производства у нас нет. И только эта пятерка и может как-то отвечать современным требованиям. Да, можно купить замагничные. Но мне вот не серийные магнитные головоломки нравятся не очень. Потому что люди там сами едят и замагнитили, или представители магазина, которые продают головоломки, магнитные губы. Опять же, не хочу сказать, что они это сделали плохо, просто это не по мне. Не так. На соревнованиях в зоне скрамлинга я крутил много магнитных пятерок. Да, они все лучше, чем мой старый Vushuang. И даже не магнитные лучше, чем мой старый Vushuang. Но они уступают. Они уступают этой пятерке. Вот ничего с ним не делал, только добавил немножко смазки. Не растягивал, не затягивал, вообще ничего. Но все вот заводское. И собирать одно удовольствие. Даже вот сейчас специально выведу на паритет, чтобы сделать паритет. Я, конечно, не очень быстрый сборщик, но идет хорошо. И даже этап 3х3, который у меня на Vushuang хромал постоянно, и все хорошо. Просто замечательно. Хотя четверточка все-таки на этапе 3х3 побыстрее. Но это все из-за того, что она все-таки и размерности поменьше. Отличная пятерка. Удобная в руках. С Vushuang на нее переходить очень легко. Размер примерно такой же. Разница в полмиллиметра. Комфортный размер. Все хорошо. Все радует. Запасные магнетики есть. Коробочка, кстати, уже привыкли мы к этому. Она тоже с магнетиком. Вес этой пятерки 155, кажется, грамм. Да, 155 грамм. Шибер 2,5 миллиметра. Ребро. Пятислойное. Картинка к состроению приложу. Разбирать не буду. И я думаю, сравнивать с Vushuang в строении тоже смысла нет. Хорошая, новая пятерка. Стандартно замагничена. Без изысков. Вещь. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.